Открытый разговор народа и властей. Более 150 инициативных жителей Новоюжного района приняли участие в проекте «Открытый город». Вчера вечером в столичной школе номер 53 звучали наболевшие вопросы горожан и ответы на них от чиновников. В конструктивный диалог с чебоксарствами вступили глава администрации Калининского района, главный архитектор города. Предваряя вопросы, чиновники доложили о том, что уже сделано в Новоюжном районе и планах его развития. Жители же интересовали насущные вопросы. Когда, например, в новых кварталах появятся образовательные учреждения, а в микрорайоне Солнечный – дорога. Дорога в микрорайоне вообще никакая. Арматура торчит, бетонка. Про Солнечный микрорайон вообще там никак не проехать. Люди ездят через аэропорт. Вопрос. Когда начнется строительство? На сегодняшний день разработан проект на строительство дороги улицы Асламаса с переходом на Солнечный бульвар. Проект сегодня прошел экспертизу. На строительство дороги выделены деньги. В ближайшее время будет размещен план график проведения торгов. И планируем в начале месяца уже объявить конкурс на выполнение строительства массажных работ по строительству данной дороги улицы Асламаса. Жители просили добавить освещение у школ и во дворах, озеленить район. Почему нету никакие деревья? Почему каких деревьев нет? Где деревьев нет? Нет, вообще, даже хоть бы нам дали. Я вот лично сам на свои пенсионные деньги пять яблонь купил, посадил. Посадка деревьев. Мы вас приглашаем осенью, когда стартует экологический осенний месяц на посадку деревьев. Какие деревья или кусты вам нужны? Вы нам дайте заявку. Мы, соответственно, организуем вам посадочный материал. За два часа конструктивного диалога жители смогли задать интересующие их вопросы и поделиться своими предложениями по благоустройству Чебоксар.